Привет всем хорошим людям, чего бы и не помочь. Сегодня у меня в гостях будут уникальные представители человеческого рода, которые занимаются морским делом и занимаются этим весьма профессионально. Но, как это обычно водится, энтузизм имеет свойство испаряться, и сейчас у ребят такой момент, когда понадобилась помощь. Собственно, они сами обо всем расскажут, и я думаю, что вам всем будет не безинтересно на это посмотреть, особенно тем, кто видел мой выпуск, посвященный постройке корабля Полтава на верфи, где, собственно, эти ребята тоже делают часть своих, как бы это сказали, господи, деталей для их уже непосредственно корабля, называемого Триумф. КОНЕЦ Корабль построил мой отец, поэтому я на корабле с рождения. Ну и как-то так сложилось, что это стало частью моей жизни, ну и выбора у меня как такового и не было. То есть можно, конечно, плюнуть на все и там все, корабльный металлолом, но как-то, с одной стороны, совесть не позволяет, отец построил, а мне выкинуть. С другой стороны, это уже настолько стало частью жизни, что ну как-то руки не поднимаются, и хочется дарить те же самые ощущения, которые испытывал в детстве и другим людям, которые приходят к нам на борт. Он с детства занимался судомоделизмом, потом работал в военно-морском музее модельщиком, преподавал в Дворце пионеров, опять же, судомоделизм, в школе долго преподавал труд и черчение. И в 70-е годы, в конце 70-х построил свой первый кораблик. Он был, конечно, поменьше, метров 12-15, стилизованный под старинный корабль. Ну и к середине 80-х пришло понимание, что корабль нужен уже побольше на первом корабле, все семьи, которые им занимались, уже не вмещались, и поэтому решил, что надо строить что-то больше. Естественно, строить с нуля корабль это очень сложно и в одиночку не потянуть. Поэтому он купил списанный корпус рыболовного судна и с друзьями, товарищами, такими же фанатиками своего дела, меньше, чем за год полностью его перестроили. Происходил процесс перестройки с ноября 1986 по август 1987, то есть меньше, чем за год. Происходило это все в Лахте, в Санкт-Петербурге. Корабль стоял на воде, и так его после работы по выходным ребята приезжали и делали, и строили. Единственная помощь, которая была оказана извне, это в процессе строительства корабля им заинтересовалась киностудия, и они помогли отцу тем, что изготовили рангут, пошили паруса и оплатили, если необходимый, такилаж, то есть веревки, которые нужны для управления парусами. Так или иначе, счастливо, несчастливо ли существовал все эти годы, то есть участвовал в городских праздниках, День города, День флота, возвращение праздника Алые паруса, которое было в 2000 году. Ходили по Европе в 1993 году, доходили до Бельгии, у западного побережья Дании выдержали довольно серьезный шторм, корабль прошел проверку на прочность. Участвовали в съемках порядка 30 фильмов, не только российских, несколько фильмов и зарубежных, но которые снимались здесь, в России, в Петербурге. Один раз был на съемках на Черном море, там был совместный проект СССР, Марокко, Италия и Испания, фильм «Битва трех королей». Что еще? Последние годы корабль служит такой морской школой для всех желающих, то есть каждый желающий научиться морскому делу может попасть к нам на борт, попасть в экипаж и заниматься этим самым морским делом совершенно бесплатно. То есть всему, что знает команда, всему, что знаю я, мы готовы новых ребят учить и давать им хорошую морскую практику. С одной стороны, не просто так считается, что яхтинг – это удовольствие дорогое, в принципе, так оно и есть. Но как по сильную помощь вносят люди, которые занимаются кораблем, то есть многие статьи расхода, которые стоят довольно больших денег, ну, ввиду того, что их необходимо как-то делать, здесь удается делать силами экипажа, силами волонтеров, и поэтому многие работы там по кораблю становятся, ну, фактически бесплатными. Все остальное, ну, что-то удается заработать на участии в каких-то там праздниках, где за аренду корабля платятся деньги, все остальное своими силами, своими руками, своими деньгами. Начнем с самого простого, с вопроса стоянки корабля у пирса. С одной стороны, можно просто где-нибудь стоять необорудованному берегу, но это чревато плохими последствиями для корабля в частности. Поэтому стоянка нужна в каком-то яхт-клубе с оборудованной стенкой, где корабль мог бы безопасно стоять. Так как яхт-клубов у нас в городе остается все меньше и меньше, а те, что остаются, они, ну, скажем так, нацелены на богатую публику, то и ценник на стоянку там довольно серьезный. Он очень сильно зависит от размера яхты или катера, и для корабля такого размера, как Триумф, ценник начинается где-то от 25 тысяч рублей в месяц. Конечно, для нас это довольно серьезная сумма, которую мы не можем себе позволить. Поэтому все последние места стоянки, где находился Триумф и где находится сейчас, мы договариваемся или с администрацией яхт-клуба, или с администрацией города с тем, чтобы нам бесплатно предоставили место. Ну, в обмен мы или участвуем в каких-то городских праздниках, или в мероприятиях, которые проводит яхт-клуб, то есть, ну, отрабатываем как можем. Потому что, ну, такие деньги нам не потянуть. За год накапливается довольно круглая сумма. Вопросы более денежные. Если говорить о доке. Да, если говорить о доке, они становятся еще серьезнее. Докование, например, корабля, но, ну так, если очень начерно, то можно оценить порядка полутора миллионов рублей. Если со всеми вытекающими... Это просто постановка судна в док, это без проведения каких-либо работ. В некоторых доках 70 тысяч рублей в день. Нужно платить, чтобы просто там постоять. Чуть-чуть подешевле достать корабль из воды краном. Кран нужен, естественно, не обычный КамАЗ, а нужен достаточно мощный, который может выдернуть 70 тонн корабля из воды, поставить это аккуратно на берег. Цена крана за две операции подъема-спуск может начинаться от 400 тысяч. И такой кран еще надо найти. То есть в любом случае это деньги очень серьезные, которые, ну, простой частной посудине потянуть довольно сложно. Яхты поменьше поднимают каждую зиму из воды. Но там нужен, конечно, и кран небольшой, и какие-то там кельблоки, на которые будут поставлены яхты довольно простенькие. То есть здесь вопрос такой очень дешевый. По-хорошему, конечно же, надо поднимать корпус из воды на каждую зиму, чтобы корпус чистить и смотреть, как-то ухаживать, покрывать необрастающими какими-то красками. Но такого, конечно, мы себе позволить не можем. И сейчас нам очень нужно подняться в док просто потому, что железо уже довольно старое. Корпус в последний раз доковался давно, и ввиду отсутствия денег нам просто не на что было проводить эти работы. И сейчас подходит та самая точка невозврата, когда нам уже очень надо встать в док, чтобы поменять это самое железо, обшивки корпуса. С тем, чтобы мы могли дальше ходить не только по Афинскому заливу, но и опять же с каждым годом это все рискование-рискование, а ходить куда-то уже дальше, чтобы давать желающим принять участие в походах как можно больше практики, хорошей, морской, серьезной. Ну и как-то самим развиваться, помогать развиваться другим, ну и участвовать в каких-то интересных международных компаниях, возможно, экологических проектах. Ну и всячески пропагандировать парус и морское дело. Слушайте, я до сих пор не знаю, как называется моя должность, ну то есть я точно не Старпом. Меня многие пытаются назвать Старпомом, но нет, это точно не я. У меня нет уровня знаний, которые необходимы для Старпома, потому что Старпома — это, по сути, второй капитан. Когда капитан ушел спать, Старпом его забинил, и все. Нет, пока это, к сожалению, не я, но все впереди. Ну и двигателем мне не хватит физически сил завести, но ничего, тоже все впереди. Я помощник капитана, координатор проекта, пиарщик, можно назвать меня как угодно. Ну, в общем, тот человек, который знает, что делается на триумфе, когда делается, в каком объеме, кто за что отвечает. Ну, скажем так, капитан береговой программы. Ну, Ольга тот самый человек, который дает кораблю сейчас весь этот движняк, весь этот экшен, который происходит с ним последние годы. То есть, ну, Оля — это главный мозг нашей всей морской и береговой программы. Ну, на самом деле, волонтерскую программу мы запустили не так давно, это был 2015 год. Тогда мы ее запустили в такой демо-версии, очень скромной, и позвали знакомых своих знакомых, скажем так. С прошлого года наша волонтерская программа работает уже полноценно. Чем мы занимались до этим? Мы точно так же ходили на триумфе, но было очень мало выходов. Это были какие-то вообще ограниченные очень мероприятия. Только те, по-моему, на которые триумф звали, и может быть, один-два выхода в сезон для команды. В 2015 году мы посовещались с капитаном, решили, что, в общем-то, ну, так нельзя. Во-первых, самим хочется ходить больше, во-вторых, хочется привлечь и людей к этому других. Опять же, научить кого-то, чему-то хорошему. И запустили вот такую волонтерскую программу в 2015-2016, ее расширили. Все программы, которые происходят, обучающие, можно сказать, это мои идеи, которые мне помогают реализовать капитан всеми своими силами и умениями, которые у него есть. Ну, начнем, да, с самого начала. Любой человек от 16 лет до 16 не может, к сожалению, ну, законы у нас такие, может прийти на триумф и сказать, привет, вот я, возьмите меня, пожалуйста, я хочу, море моя жизнь, моя мечта, хочу заниматься этим. Мы говорим ему, да, конечно, пожалуйста, приходи, занимайся. Но какую пользу ты взамен принесешь кораблю? Там, первое, ты будешь приезжать на верфь и работать вместе с нами и помогать нам. Может быть, ты пишешь хорошие тексты и будешь там вести наши странички в соцсетях. Может быть, ты там талантливый фотограф, опять же, программист и так далее. То есть каждый человек находит, так скажем, применение своим талантом на борту. Взамен мы учим его морскому делу. Что мы делаем? Мы проводим бесплатные лекции. В этом году мы их проводили каждое воскресенье по три часа. Помимо этого, периодически проводим еще усиленные семинары у себя на борту. Я провожу лекции по морскому делу для того, чтобы быть уверенным, что экипаж и люди, которые хотят в него попасть, были реально готовы к хождению по морю и чтобы у них были в головах необходимые знания. Эти курсы дали мне уверенность в том, что я не подведу капитана на кокси в Исландии. Вообще за курс я уже начала вот свою третью тетрадь. И здесь есть очень много всего про паруса, про теорию судна и про физику, то, как она ходит. Самая интересная тема для меня была управление судном, швартовка, постановка на якорь, управление парусами и, в общем-то, команды, которые выполняются при, например, швартовке и отшвартовке судном. Мне очень не хватает навигации. Я хочу еще. Я никогда не думала, что знания по морскому делу могут быть настолько понятными и доступными. Это было очень круто. Спасибо всем большое за то, что ходили на лекции и до встречи на борту. Кроме этого, проводим, естественно, практические занятия на борту. Мы устраиваем выходы, где начинаем рассказывать человеку вот все с самых азов, начиная от того, зачем нужна эта веревочка и что будет, если ты за нее потянешь, заканчивая тем вообще, как сориентироваться в море и как вести корабль, и как полностью вообще отвечать за все эти процессы. Проводим различные тренинги по безопасности. Нам в этом помогают наши коллеги из организации «Восвод». Притом не на таком уровне, что давайте сейчас в теории разберем, как спасать человека, если он упадет за борт, а мы реально роняем людей за борт. То есть, естественно, все это делается безопасно в гидрокостюмах. Вот в прошлом году мы это делали, по-моему, в конце сентября было уже реально холодно. Но вот такие вещи мы проворачивали. Мы это делали два дня подряд. Мы, конечно же, раздобыли с помощью коллег из «Восвод» два гидрокостюма, хороших, непромыкающих, да, и два дня подряд каждого из экипажа выкидывали за борт, а второй человек должен был до него добраться в таком же гидротермокостюме, подцепить его веревкой, и дальше экипаж уже подтаскивал, ну, условно бесчувственное тело подтаскивал к кораблю, и надо было с подручными какими-то средствами, которые есть на корабле, не то, что там специально оборудована какая-то люлька, там еще что-то. Нет, такого не было вообще. Максимально простые, там, приближенные к реальным условиям, надо достать человека из воды, а это, оказывается, не очень просто на корабле. И дальше какие-то действия там по его спасению, то есть оказание первой медицинской помощи. Ну, на этих учениях мы выяснили, что универсальное средство спасения вообще и судно, и человека – это советская плащ-палатка. В общем, по применению плащ-палатки, мне кажется, мы можем тоже уже проводить целые семинары. Кроме таких тренингов мы устраиваем командные какие-то тимбилдинги, устраиваем парусные авралы, когда… Ну, из названия уже понятно, что это когда в экстренном режиме, мы делаем с парусами все, что только можно, и, наверное, даже иногда нельзя. Ну, в общем, все мы это делаем. Кроме этого договариваемся с какими-то скалодромами, чтобы устроить для экипажа, опять же, какую-то тренировку и альпинистскую. Договариваемся с разными организациями о мастер-классах. То есть мы хотим дать человеку, который пришел на борт, всестороннее развитие в морском деле, чтобы он не просто пришел покататься. Ну, то есть пришел, там, покрасил вместе с нами триумф, покатался сезон и ушел. Мы хотим сделать так, чтобы человек получил какие-то профессиональные навыки и, может быть, остался в этой сфере и продолжил развиваться. Ну, так случилось в прошлом году. У нас есть матрос Леша Глухов, который за один сезон вырос из простого матроса, уже старшего матроса и человека, который может реально рулить процессами на корабле. Он понял, что вообще вот это, вот то, что он делает сейчас, это то, к чему он шел всю жизнь. И реально решил остаться в морской сфере и получить дополнительное специальное образование и заниматься этим. То есть вы занимаетесь подлым делом. Вы из теплых, унитных офисов вытаскиваете людей и помещаете их в эти адские морские условия. Ну да, да, когда тошнит на борту, когда там все такое. И чем дальше, тем хуже. Когда это начинает затягивать, дальше ты, не знаю, в какой-то момент обнаруживаешь себя, ну, в общем, какая-нибудь штормовая погода, тебе холодно, сыро, тебе плохо, тебя, не знаю, тошнит еду не приготовить, потому что просто никак. И ты говоришь себе, что больше никогда я сюда ни за что. Возвращаешься в порт и снова ты возвращаешься в это все. То есть в этом находишь какой-то кайф, какой-то адреналин. Ну, конечно, не всегда в море там холодно, плохо и тошнит. Конечно же, есть и хорошая погода, и все замечательно. И погреться там под солнышком, лежа на палубе, под парусами, это же великолепно. Но каждый находит в этом какую-то частичку себя и море не отпускает. Самый хороший пример насчет кардинальной смены жизни произошел в большом яхтинге. Есть такая регата, как Volvo Ocean Race. Она проходит раз в несколько лет, нечасто. И очень мало компаний в мире, которые могут себе позволить содержать яхты такого уровня, потому что это самые современные, самые крутые яхты, самые высокотехнологичные. И в 2009 году заявилась яхта от России. Ее представил бывший уже владелец сети Лента. Он проспонсировал постройку яхты, он построил эту яхту, он отправил ее в гонку, сам участвовал в гонке и в итоге настолько увлекся, что продал свою часть акций и ушел в парусный спорт. Яхтинг ломает людям жизни, но делает это очень хорошо. Ну хочется, опять же, такая поправка не просто радовать, хочется что-то менять в лучшую сторону. То есть это делается не просто ради того, что мы вышли в море и нам всем хорошо. Нам бывает всем очень плохо в море и очень некомфортно. Но, например, там можно проводить массу исследований экологических, опять же, повторюсь. Можно там тестировать оборудование и делать вообще кучу всяких полезных штук. Да можно вообще не просто выходить в залив, а с какой-то миссией, с какой-то целью. Мы это стараемся там реализовывать даже в акватории нашего небольшого финского залива. Ну, например, каждый год мы ходим, ну, недавно начали, ну, уже каждый год это делаем. На остров Навик там находится захоронение наших русских моряков. С какого периода? Ну, самая древняя дата, которая есть на надгробном камне, это 1859 год. А захоранивать там, скорее всего, начали во времена еще Северной войны, войны со шведами, то есть еще при Петре, скорее всего. И там сохранились остатки этого кладбища в 90-е. Точно такие же волонтеры, но и с другого проекта. Они перерывали этот остров, чтобы найти это захоронение. Они нашли несколько могил, они их восстановили. Они поспособствовали с поиском меценатов. И эти меценаты, они построили часовню на месте часовни, которая когда-то там и была. И каждый год мы приходим на этот остров, мы высаживаем туда десант своего экипажа с тем, чтобы приводить это захоронение в порядок. Ну, поскольку это наша история, морская история, и допускать того, чтобы ее забыли, ну, просто нельзя. Что сейчас нужно? Ну, самое первое, это замена подводной части корпуса. Без этого может просто случиться так, что мы встанем у пристани и просто и все. И там же и останемся, да. Или не останемся. Да, ну тут с ДОКом такая ситуация, нам помог фонд, как он... Поддержки и реконструкции исторических парусных судов. С его директором у меня хорошие отношения, ну, и деловые, и личные. Он нам много лет уже помогает, чем может. То есть, благодаря этому фонду мы на верфи исторического судостроения Полтава, пользуясь танками, мы делаем свой рангоут. То есть, и за это ничего не платим. Потому что так, если бы у нас этого не было, я даже не представляю, где на коленке мы бы делали мачты. Ну, это нереально. Мы бы просто не сделали ничего. И основная статья расходов этой операции, это ДОКование. Вот директор фонда Грошиков Андрей Викторович, он сейчас ведет, продолжает вести переговоры с представителями военно-морского флота России. И они фактически готовы выделить нам ДОК за бесплатно. И мы сможем этой весной пойти в ДОК и заплатить уже только за железо и за работу. Поскольку варить железо, конечно же, должны профессионалы. То есть, мы сами, ну, кто-то умеет варить, кто-то не умеет. Научиться можно, но так, чтобы это было качественно, конечно же, нужны профессионалы. Профессионалы, естественно, это будет не бесплатно. Сами, конечно же, будем участвовать в тех операциях, которые можем, но в любом случае это деньги. Деньги немалые, но значительно меньшие, чем само ДОКование. Цена самого железа, именно вот на обшивку корпуса, порядка 250 тысяч рублей. Это железо надо согнуть в нужную форму. Можно, конечно, это делать и вот прямо в ДОКе, на коренке, там, цепными талевыми, кувалдами. Но согнуть там лист железа толщиной 6-7 миллиметров просто так, ну, довольно тяжело. То есть, конечно же, эти листы по-хорошему надо отдавать специализированному предприятию, который их согнет сразу уже в нужную форму. То есть, и мы привозим отдельные листы, и как пазл это все собираем. Цена вальцовки, то бишь изгибания железа, варьируется в районе 600 тысяч рублей. Сейчас нам конструкторы готовят все необходимые макеты, и тогда мы сможем уже чуть более предметно общаться с предприятиями, которые смогут согнуть железо, и тогда предприятия смогут назвать уже сумму. Мы надеемся эту сумму в процессе переговоров сильно сократить. Плюс к этому оплата труда рабочих, оплата труда сварщиков. Сейчас, опять же, ведем переговоры с несколькими фирмами, компаниями. Чем-то нам, может быть, еще смогут помочь. Может быть, нам смогут предоставить сварщиков. Может быть, нам кто-то сможет поставить железо. Но пока ситуация такая, что таких договоренностей у нас пока нет. Они могут появиться в последний момент, но готовиться надо к худшему. То есть, естественно, мы сейчас экстренно собираем деньги хотя бы на покупку железа и оплату труда рабочих. То есть согнуть, ну, в конце концов, будем гнуть железо сами, своими силами. Это будет сложно, это будет тяжело, но что делать? Если нам не хватит на это денег, то глупо будет только из-за этого выпускать возможность договора. В общем, выбора нет, мы все равно идем в док и меняем железо. Если вы прониклись всем сказанным, то ссылки на все, что связано с кораблем, вот там. Заходите, читайте, смотрите, записывайтесь. Ну и если можете, помогайте, чем состояние. Ну и там же находятся ссылки на мои экскурсии. Теперь они проходят регулярно. В Москве по субботам в 13.30. В Петербурге по воскресеньям в 15.00. Если не случается никакого форс-мажора. Все информация в основном находится в моей группе ВКонтакте. Записывайтесь, приходите. На этом все. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok